Благо уважаемая аудитория, организаторы, коллеги, Александр Иванович, благодаря вашей любезности я имею возможность от лица Российского Центра Научной Информации засвидетельствовать свое почтение в формате видеосвязи. В данном случае использование более технологичного формата коммуникации приносит не больше, а меньше удовлетворения, в отличие от вашего опыта с ЧАД-GPT. Даже избавление от необходимости общения с отделом кадров и бухгалтерии не компенсирует мне отсутствие атмосферы живого общения, которыми я искренне наслаждался в прошлом году. Но поскольку интерес к видео, к трансляциям и к трансляциям онлайн быстро падает, поэтому я постараюсь говорить быстро, соблюдать бодрый темп и показывать слайды, не задерживаясь на них. Российский фонд фундаментальных исследований еще несколько лет назад в информационном обеспечении фактически выполнял две функции. Одна задача — это было обеспечение централизованной национальной подписки на зарубежные преимущественные информационные ресурсы. И, кроме того, проводились конкурсы издательских проектов, в рамках которых публиковали монографии российских ученых. Российский Центр научной информации вместе с новым названием получил целый ряд поручений, связанных с созданием информационных систем, с организацией сбора, мониторинга, обработки, анализа потоков научной информации. Мы продолжаем обеспечивать подписку, но теперь мы участник Государственной системы научно-технической информации. У нас есть горячее поручение запустить национальную платформу научных журналов. Может быть, это прошло не сильно замеченным, но мы выполняем роль оператора базы данных «Белый список научных журналов». Это отдельный веб-сайт. И, конечно же, муссируются слухи о том, что необходимо наконец-то создать российский аналог глобального индекса научного цитирования. Мы над этим тоже работаем. Я об этом скажу несколько слов. Начну с простого, понятного подписка. Ее невозможно игнорировать. Вот здесь на диаграмме есть некоторые цифры. 2022 год, конечно же, стал источником проблемы дополнительных волнений в исполнении этого проекта. Ряд поставщиков информационных ресурсов отвернулись, отказались продолжать сотрудничество и заключать лицензионные соглашения. Поэтому был пересмотрен межведомственным советом премьерного оборонауки, был пересмотрен перечень ресурсов, были выбраны новые. Количество организаций, участников подписки, оно не изменилось. То есть это более тысячи вузов и научных организаций федерального подчинения преимущественно. Мы проводили также и тестовые доступы, оценивая востребованность зарубежных ресурсов. Ну и на текущий момент, вот здесь, правда, цифры не самые текущие, а на 26 мая 2023 года заключены необходимые лицензионные соглашения на первое полугодие. Сейчас будут продляться, мы надеемся, на второе полугодие. И, в общем, проект живет вполне полноценно. Если говорить об участниках, то учреждение Миноборнауки занимает, конечно, львиную долю, но в целом охвачены все федеральные органы исполнительной власти, федеральные службы, федеральные агентства. Там, по-моему, более 40 ведомств имеют своих представителей среди участников централизованной подписки. Как я сказал, были выбраны новые ресурсы. То есть у нас произошло расширение портфеля ресурсов, увеличение их количества, поскольку ушли достаточно крупные, появились менее крупные, менее дорогие ресурсы. Ну вот у нас появилась математика, появились новые ресурсы по инженерным наукам, по медицинским наукам, серьезное расширение произошло. Ну и среди политематических ресурсов по-прежнему у нас с нами ряд очень крупных поставщиков. В формате национальной подписки, то есть это открытый перечень, и любая научная организация или ВУЗ федерального подчинения может подать заявку и стать участником этого проекта. Предоставляются ресурсы к ресурсу Springer Nature. Речь идет о полнотекстовых коллекциях текущих, об архивных коллекциях и базах данных. И полнотекстовая коллекция журналов Wiley. Это в общем-то в большой тройке академических издателей, два из трех. Кроме того, база данных для поиска и анализа патентной информации Кестель также доступна в формате, в режиме национальной подписки. То есть вы нам подаете заявку, и мы вам включаем этот доступ. В 2022 году мы усилили направление, связанное с оформлением лицензионных соглашений, с бессрочным доступом к архивным коллекциям. Были приобретены архивные коллекции ряда издательств. На сегодняшний день доступ к этим материалам, он для вузов и для организаций обеспечивается на платформе провайдера, но каталоги, архивы, они находятся уже в информационной системе РЦНИ. Ну, таким образом мы, в общем, делаем необходимые шаги, понятные на случай того, если вдруг еще кто-то захочет отвернуться от сотрудничества. Вероятно, все в этой аудитории знают про сайт подписки РЦНИ, но, тем не менее, если не знаете, то существует отдельный такой сайт подписка.rfbr.ru, на котором мы публикуем всю актуальную информацию, о которой мы можем говорить вслух о состоянии проекта «Национальная подписка». Там есть календарь вебинаров от провайдеров электронных ресурсов, которые можно себе заимствовать и помещать. Там есть аналитические статьи, есть материалы о ресурсах. Вот, в частности, с правой стороны здесь такая листовка информационная о журнале. Журналы мы сделали по отдельным специальностям, такие листовки рассказывая про наиболее значимые издания в портфеле издатель Шплингер Нейчер, Уайли, и продолжаем это делать. То есть здесь сведения о том, что это за журнал, какой у него объем публикации, какие наиболее востребованные статьи, профили, идентификаторы. Все ссылки, естественно, гиперактивны. То есть библиотека, пользователи могут разместить это у себя, поскольку все распространяется на условиях открытой лицензии. Это наша принципиальная позиция. Индекс цитирования РЦНИ. Мы приложили значительные усилия по агрегированию доступных, известных, имеющихся сведений. Построили большую базу данных, запустили ее альфа, это даже еще не бета, это альфа-версия. На сегодняшний день она активно обновляется. У нас есть тестовый режим доступа к API-интерфейсу. Ну и мы написали вот такую аналитическую статью, а то сравнивая покрытие нашего индекса с имеющимися открытыми, доступными российским ученым ресурсами. Результаты этого сравнения вы можете найти, зайдя на наш сайт. Там это прямо на главной странице находится ссылка и реклама вот этой статьи. Белый список научных журналов, еще один сервис, который был запущен в рамках работы межведомственной рабочей группы Кременобранауки по разработке национальной системы оценки. Возникла потребность по сбору, агрегированию информации о научных журналах. Мы эту работу провели. На сегодняшний день на сайте собраны всевозможные показатели, идентификаторы, параметры. У примерно 30 тысяч журналов. Но уже начали появляться аналитические инструменты. В частности, модуль тематической направленности. Модуль для анализа тематической направленности журналов. Будут появляться другие инструменты. Существует возможность экспорта данных. Естественно, с открытой лицензией. Таким образом, сервис, нельзя сказать, что это совершенно выдающийся сервис, но тем не менее, он имеет потенциал к развитию. Мы будем интегрировать туда новые функции. И в целях интеграции с информационными системами, скажем, тех же университетов или научных организаций, если они будут заинтересованы в сборе вот этих метаданных, они могут их получить от нас на условиях открытой лицензии в машиночитаемых форматах. Национальная платформа научных журналов. Мне намекнули, что необходимо об этом сказать. Впрочем, здесь что намекать. В телеграм-каналах периодически появляется информация о том, что вот она уже существует, посмотрите. И в то же время комментарии о том, что она еще не совсем существует, поскольку материалы в ней обновляются не периодически. Ну, надо понимать, что национальная платформа в данном случае это редакционно-издательская система, и она не может быть статично зафиксирована. Сейчас это просто загруженные материалы, и она в спящем режиме готовится к запуску. То есть она в настоящий момент не функционирует, мы не заключили лицензионные соглашения пока с рядом издателей. Но предполагается ее запустить. Какие есть предпосылки для создания? Я проиллюстрирую на примере анализа представленности журналов ВАК. Ну, вы знаете, что такое перечень ВАК. Там название очень длинное, я повторять его даже не возьму. Представленности журналов ВАК в информационных сервисах и системах научно-технической информации. Вот, в частности, здесь выбраны шесть сервисов. Это Crossref, это два каталога серийных изданий, сериальных изданий. Сюдок французский и немецкий ZDB, с немецкой фонетикой у меня сложности. Также Wikidata, обсерватория журналов, запущенная недавно Лейденским университетом, сервис Sherpa Romeo и Duage. А сами журналы сгруппированы по специальностям до второго уровня. То есть, там 1.01, по-моему, математика и так далее. Как мы видим, если... А, и самое главное, если журнал присутствовал хотя бы в одном сервисе из группы, то мы считаем, что он присутствует. То есть, о нем известно. Ну, в данной ситуации, в данной картине 85% в среднем журналов из перечня ВАК, они были найдены, по крайней мере, в одной из этих баз. То есть, об этих журналах знают. Если мы посмотрим на открытые поисковые системы, то здесь уже цифра ниже, 73%. В зависимости от специальностей, для некоторых специальностей видно, что доля присутствия в открытых поисковых системах OpenAleks и Silead, Silead это система, разработанная MDPI-издательством, она варьирует от 50% до 87%. В индексах научного цитирования мы знаем, как мы присутствуем. Здесь, конечно, можем кивать на то, что владельцы индексов научного цитирования имеют свою собственную политику. Может быть, они предвзяты, возможно, их активность каким-то образом связана с бизнесом. Но присутствие российских журналов заметно меньше. Если посмотрим в реферативных базах данных, мы выбрали такие базы, отбор в которые производится на основе экспертного мнения. То есть эксперты собираются, выделяют некий набор критериев и принимают решение, включают журналы или не включают. То здесь цифра еще ниже, 12%. И в некоторых областях она существенно низкая. Если посмотрим на присутствие журналов в акв национальных белых списках, существуют такие белые списки, в которых отбор и оценка они также производятся экспертами. Норвегия, Финляндия, Австралия, выпущенная в этом году. То здесь 12%. То есть в среднем только 12% журналов в акв попали туда. При этом мы учитывали даже оценку 0. Оценка 0, в частности, в норвежском, финском списке, означает «не рекомендуем там публиковать». Но, по крайней мере, о нас знают. И в Википедии. Про Википедию, конечно, я хотел бы рассказывать гораздо больше, потому что, на мой взгляд, все сервисы медиа Вики – это выдающаяся история. Но присутствие наших журналов в англоязычной и в русскоязычной Википедии практически отсутствует. Среднее значение около нуля. Ну и 15% журналов, то есть это сколько получается, примерно 1-7 часть журналов из перечня ВАГ, в которых рекомендуется защищаться соискателям нашим российским, их не удалось обнаружить вообще ни в одной из шести групп сервисов. Таким образом, мы понимаем, что с одной стороны есть российские журналы национальные, да, они где-то угнетались международной повесткой, им не давали выйти, от них уходили авторы в зарубежные издания, существовали некоторые перекосы в системах оценки, ориентированные на зарубежные индексы научного цитирования, но и сами журналы не сильно старались быть видимыми. По крайней мере, статус-кво 15% журналов невидимы никому, кроме как нам в России. Но видимость – это одна часть. Если мы посмотрим на полноту полей метаданных в этих журналах, имеется в виду в тех журналах, которые свои метаданные загружают, например, в базу данных CrossRef, то видно, что некоторые поля, они точно так же игнорируются и не загружаются издателям. Поэтому присутствие присутствует, но включение этих журналов в международную инфраструктуру научных данных, оно будет ограниченным. Ну и если мы посмотрим на полноту полей записи Wikidata, то есть Wikidata, то здесь видно, что полностью заполнены поля, только те, которые были заполнены ботами. То есть боты откуда-то из портала SSN, или из CrossRef, или из каких-то других открытых источников забрали самые базовые сведения о том, что журнал существует, был создан некая запись Wikidata, и на этом все. Ни информация о редакторе, ни об основателе, датах основания, ни каких-то идентификаторов, ничего этого нет. Всего 58% журналов из перечня ВАК вообще были найдены мной в Wikidata. Продолжая, делая референс в сторону предыдущего доклада, естественно, Wikidata как таковые, это был один из первых и самых больших графов знаний, которые были поддержаны всеми технологическими гигантами, и безусловно, Wikidata использовались для обучения, в том числе, различных генеративных моделей и других технологий искусственного интеллекта. Отсутствие наших журналов в различных рейтингах, экспертных системах, научно-технической информации – это одна история, но и нежелание наших издателей, скажем, присутствовать на международной арене, оно вот здесь отражается, я бы сказал, вот на этой иллюстрации. Таким образом, существуют предпосылки, и если путем технологических решений, некоторых нормативных увещеваний, мы можем изменить эту ситуацию к лучшему, вот кажется, что это надо делать. Какие ожидания? Что будут использоваться стандартные описания и метаданных, и отношений. То есть будут использоваться правильные схемы данных, что сделает контент, который российские журналы продуцируют, доступным для машин. Машины все-таки главные пользователи на сегодняшний день. Платформа поддерживает основные интерфейсы, которые необходимы для агрегаторов информации. Это OIPMH, можно сделать все необходимые API для сбора данных, то есть для внутренних информационных систем. Обязательно открытая лицензия, прямо задекларированная на метаданные, для того, чтобы их можно было интегрировать, собирать, загружать в информационные системы, использовать для каких-то своих целей. Гибкость управления лицензионными правами. Журналы, загруженные на национальную платформу, смогут сами регулировать свою часть, организовывать свою собственную подписку или регулировать свое участие в централизованной подписке. Национальная платформа создает возможность для развития открытого программного обеспечения, которая связана с издательской деятельностью, поскольку можно создать общий репозиторий и на нем развивать различные конверторы, программы для подготовки контента, для обработки контента. Необходима стабильная инфраструктура. В данном случае RCNI заявил свою готовность предложить эту самую инфраструктуру для того, чтобы платформа функционировала 24 на 7. Но, как говорил выпускник Ленинградского политехнического института, в свое время в России можно сделать очень много, если не спрашивать разрешения. Потому что действительно можно. Входной порог для разработки запуска сервиса в наши дни ни за как никогда. Есть открытый код, есть открытые данные, существует облачная инфраструктура, генеративные модели за нас могут написать и код, и текст, и спеть песню. Но новое должно не просто появляться, оно должно заменять старое. Причем не просто подвергать сомнению, критиковать, запрещать, разрушать, а оно должно его преодолевать в таком диалектическом смысле. То есть лишать привлекательности все устаревшие нормы, взгляды и практики. О том, какие нормы у нас сегодня, можно проиллюстрировать только на простом примере, что регулятор в лице ФАИФ может одним своим приказом на уровне рекомендаций загнать всех издателей в информационную систему и заставить их руками загружать метаданные в систему. При этом ни регулятор, ни владелец информационной системы не считают необходимым сделать заявление относительно того, будут ли эти данные доступны государству, будут ли они доступны рынку. Никакой информации. Все, что мы знаем, это то, что перечень изданий, рекомендованный регулятором, публикуется в виде тысячестраничного PDF. Вот такие у нас нормы и практики. Практики также таковы, что некогда главный научный орган страны публикует серию биографий и заявляет о том, что в силу ограниченности бюджета будет ограниченный тираж и этот том биографический, он не попадет в открытую продажу. В целях популяризации славных имен можно было бы эти данные загрузить, например, в Википедию или в Викиданные. Все, что для этого требуется, это немножко повысить свой уровень образования, расширить кругозор и сесть поработать. Для этого даже большие деньги не требуются. Но взгляды, они сегодня таковы, что импортозамещение медиа-вики, оно, вот той медиа-вики, которая содержит все богатства и многообразия возможностей Википедии, Викиданных, Викисорс и так далее, оно сводится к каким-то сборникам правильных текстов, которые технологически ничем не отличаются от энциклопедии Microsoft and Carta 1995 года, которая была у меня на компьютере, когда я был школьником. То есть вот эти нормы, практики и взгляды, они серьезным образом лимитируют, они ограничивают востребованность тех ресурсов, которые бы нам хотелось всем создавать, учитывая скорость технологического прогресса, лучшие практики, скажем, ведущих зарубежных организаций и университетов. Достаточно посмотреть на обсерваторию журналов, которая делает большой шаг к тому, чтобы метаданные о серийных изданиях наконец-то были организованы в один единый открытый сервис и люди не зависели от коммерческих каких-то там подписок, подписок на базу данных уделек или другие вещи. Поэтому хочется создавать самые лучшие системы, которые бы освобождали, открывали. Но необходимо также помнить, что любой прогресс, он движется не только благими намерениями, но подобно тому, как сейчас американский регулятор стандартов НИСО обсуждает с издательствами Эльзивир и другими издательствами новые форматы предоставления информации, понятно, что существуют некоторые интересы, которые нацелены не столько на легкость, скорость и удобство работы, но также на какие-то свои другие цели. И сегодня как раз ввиду вот этих самых открытых писем тысячи ученых нам необходимо помнить, для чего мы создаем информационный сервис, как он будет использоваться и какие последствия он может принять. Поэтому да, сделать можно было бы очень много, если не спрашивать разрешения, но разрешение спрашивать всегда приходится, и приходится быть осторожным, и скорость появления новых систем, и самое главное форматы их использования, и скорость их развития, они будут ограничены многими факторами. Благодарю за внимание, и за предоставленную возможность выступить в несколько необычном формате. Приношу извинения, если моя речь звучала недостаточно ясно, четко, и, конечно, я уверен, что вживую нам было бы гораздо интереснее пообщаться. Спасибо.